27 мая 2021 года были сыграны очередные четвертьфинальные матчи одного из турниров тура Магнуса Карлсона. И сегодня я хочу рассказать вам об одной из партий этих четвертьфиналов, а именно о встрече Магнуса Карлсона против Хикару Накамуры. Магнус в итоге на тайбрейке одержал победу и вышел в полуфинал. Но в одной из партий, в которой чемпион мира играл белыми фигурами, он потерпел поражение. Смотрим, что же это была за партия, какой дебют и почему я решила рассказать вам об этой партии. На доске позиция, возникающая из итальянской партии, а именно после ходов Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, С4, С5, 0, 0, Конь Ф6, Д3, 0, 0. И здесь белые, не тратя время на различные возможные ходы пешками, ходят ладя Е1. Этот ход направлен против продвижения Д5. Вы не поверите, но в одной из партий я сыграла Д5 и проверила на себе, что же получится после взятия. Выясняется, что стандартный достаточно прием, который иногда работает в этих позициях, а именно ход слона Ф2, здесь не так силен, потому что после Ф6 последует Ф3 и выясняется, что Конь на Д5 под боем. Поэтому ход Д5 здесь теряет в силе. Ход Д6 возможен, но это приводит к вариантам и схемам, где черные не спешат с продвижением Д5 сразу же. Также в распоряжении черных есть еще одно интересное конкретное продолжение, кроме ходов А5 и А6, которые, естественно, тоже возможны, а именно Конь Ж4, пользуясь тем, что ладья с Ф1 ушла, а ход А3 еще не сделала. Ладья Е2 обычно отвечают белые, готовясь сыграть А3. И здесь следует очень интересный ход Король А8. Отмечу, что взятие на Ф2 в этой позиции пока не выгодно черным, потому что ход Ф5 пока не готов. И такой обмен ладьи и пешки на две фигуры обычно в пользу той стороны, которая получает после этого обмена две фигуры. Король А8, А3. И зачем черные делали ход Король А8? Чтобы сыграть Ф5. Эта позиция, этот вариант был сыгран у Карлсона с Накамурой, но также в своей практике турнирной у меня эта позиция тоже встречалась. Я трижды ее играла черными фигурами и трижды выигрывала. В одной из партий, первой партии, которой я сыграла Ф5 подобным образом, со мной Элизабет Петт сыграла Конь Ж5. Здесь очень интересно взятие на Ф2. Черные уже сыграли Ф5 и белый Король на Ф2 будет чувствовать себя достаточно неуютно. Но во время партии мне показалось, что это делать нельзя, ввиду того, что у белых есть ход Ф5. На самом деле так играть можно, потому что здесь черные могут защититься от мата на Х7 ходом слона Ф5. И после Конь Ф7, Ладя Ф7, Ф7. Конь Д4 у черных есть очень сильный ход. Слон Д5, Конь Е2 шах. И после Короля Ф2 можно побить на Д3. Затем еще и Ферзь подключится к атаке. И у черных очень сильная оппозиция. Но так как эта партия была сыграна в быстрые шахматы, расчет достаточно сложный. После хода Ф5 мне оценка позиции была неясна. Я сыграла Конь А6. И затем с небольшими приключениями, но партию выиграла. В этом же чемпионате мира по Блицу 2017 года со мной сыграли ЕФ. Индийская шахматистка под мине побила на Ф5. Я съела на Ф2. Ладя Ф2. И здесь можно играть Д5. Можно играть слон бьет Ф2. Очень интересные позиции возникают. Партия пошла слон Ф2. Король Ф2, Д5. И здесь белые грубо ошиблись. Они должны были играть слон Б3. Что после слон бьет Ф5 ведет к интересной игре, где у меня ладья за две фигуры. Но все-таки король на Ф2 достаточно не обеспечен. Фигуры белых на начальной позиции. И у меня сильный пешечный центр. Возможно ходы Е4 с атакой на короля. Партия моя соперница сыграла слон Б5. Как я уже отметила, это неудачное продолжение, потому что слон попадает под удары черных пешек. Здесь сильнейшим продолжением был ход конь Д4. С идеей на конь бьет Д4 сыграть Ф4 шаг. Затем побить на Д4 ферзем. И прижать белого слона, атакуя его пешками. Ход слона А4 невозможен. Белые теряют фигуры. Ну и с ней скорее всего партию. Партия не пошла конь Д4. Но партию тоже выиграла достаточно убедительно. Что еще отметить про эту позицию? Конечно, брать на Ж4 невыгодно, так как после конь Ж5 черные фигуры давят на пункт Ф2. Следует неприятный ход Ж3. И белым не так просто защищаться. Например, в случае конь Ф3 может последовать просто ладья Ф3. И вот эта связка пешки Ф2 делает позицию белого короля беззащитной. Партии Карлсона Накамура. И вообще в этом варианте, если белые его играют, сильнейшим ходом считается ход слон Ж5. В этом и есть идея белых. Конь Ф6 играют черные, так как, видимо, на ферзь Е8 уже, возможно, будет где-то взять на Ф5, потом на Ж4. Поэтому конь Ф6 защищают коня черные. Конь С3, Д6. Конь Д5, пытаясь использовать связку. ФЕ, ДЕ, слон Е6. И очень много партий уже было сыграно на эту тему. Белые могут побить конем или слоном. И считалось всегда, что после конь бьет Ф6 основным продолжением за черных является ход слон С4. И здесь после конь бьет Х7 у черных есть несколько возможностей получить равный Эншпи. Например, сделав такой вот симпатичный ход ладья бьет Ф3. Слон Д8, слон Е2. Ферзь бьет Е2, ладья Ф2. Черные пожертвовали ферзя, но это жертвовременно. Белым, видимо, приходится отдавать ферзя обратно. И после конь Д8, конь Ж5, король Ж8. Получается примерно равный Эншпи. Хотя у белых на Толику получше. Но в одной из своих партий я не очень хотела играть чуть худший Эншпи. Это была партия онлайн-олимпиады 2020 года в августе. Россия играла матч США. Я играла стати Фабрамян. Здесь задолго до этой партии подготовила интересное продолжение. А именно не взятие на С4, а ход ЖФ. С тем, чтобы после слон бьет Е6, побить ФЖ. Никакого Эншпиля на доске нет. К тому же черные собираются атаковать на королевском фланге. План черных сыграть ферзь Ф6, сыграть где-то конь Е7, сыграть ферзь Ж6 и пойти Х5. В моей партии это мне удалось сделать. Белые неудачно сыграли ладья Д2. Это поле необходимо для ферзя, чтобы атаковать пешку Ж5, создавая черным проблемы. Я пошла ферзь Ф6 и смотрим, как этот план, который я только что обозначила, в партии осуществился. Ферзь Е2, ферзь Ж6 и очень неприятная угроза Х5. Слон чувствует себя неуютно, а конь уйти не может, потому что слон с Ц5 и ладья с Ф8 очень хорошо работают и атакуют поле Ф2. В партии моя соперница сыграла Х4. Здесь не единственный способ победить, но я избрала такое продолжение. Ж, конь Х4, слон Ф2, пользуюсь перегрузкой ферзя. И после ферзь бьет Ф2 интересного удара взяла, конечно, не ферзя, потому что после этого конь бьет Ж6 последует шахом, а слона. Ферзь бьет Ж4, ферзь Е1, ладья Ф4. Мои фигуры отлично работают по четвертой горизонтали. Эта ладья скоро подключится к атаке. В партии последовало Ж3, ладья Е4, ферзь Ф2, ладья Ф4, ферзь Ж2. Здесь я сделала, наверное, излишне крепкий ход, так как партия игралась с укороченным контролем времени. Ладья Ж8 выглядит гораздо более логично. Я пошла ладья Ф7, король Х2, ладья АФ8. Наконец-то соединила я ладьи. После ферзь Б7 вот таким вот образом закончилась партия. Вроде бы можно дать шах моему королю, но конь с Е7 готов защитить черного монарха и белый король наоборот без защиты. Ферзь Д4, шах и белые сдались, ввиду того, что после короля Ф1 последует ладья АФ1. Такая памятная победа для меня. И 27 мая было очень интересно наблюдать за тем, как Хикару Накамура применил то же построение против чемпиона мира и тоже выиграл. Правда, в партии Карлсона Накамура все было не столь одноворотнее. С3 сыграл Карлсон, ферзь Ф6, лонжи 4, конь Е7. Те же ходы того же плана делает Накамура, но здесь следует сильное продолжение. Ферзь Д2, белые атакуют пешку Ж5. У черных выбор. Им можно защитить пешку Ж5 ходом А6, либо ладья Ж8 сделать ход, как сыграл Накамура. Но играя А6, мы понимаем, что это несколько замедляет ход атаки. Все-таки черные мечтают о ходах ферзь Ж6 и Х5. Но здесь даже после А6 может быть и слон Х5 где-то можно будет заблокировать фланг черных. Ладья Ж8 было сыграно. Б4, ферзь Б6 и белые играют А4. Я мельком просмотрела эту партию на компьютере. Компьютер советует за белых двигать пешку С путем ладья С1, С4, С5. Ну, конечно, это следует более внимательно проанализировать. Белые сыграли А4, А5, ферзь А2. Вот такой вот интересный ход. Пытается чемпион мира разменять ферзей. Ферзь Ж6, готовя А5, ферзь Е6. И здесь было бы интересно сыграть А5 тем, чтобы на ферзь Ж6 побить конем, пользуясь тем, что на слон бьет А5 следует вилка. Тем не менее, по каким-то причинам Накамура ход А5 не сделал. Очень жаль. Последовала ферзь Ж7, но это вновь уводит черных от их плана. Все-таки ход А5, плановый ход этого варианта. В партии последовала БА, слон А5, ладья Б1. И выяснилось, что у белых достаточно сильная контрыгра. На ферзьевом фланге непонятно, как защищать эту пешку. Например, после слона Б6 у белых есть интересная возможность пожертвовать качеством на Б6. Потом съесть на Д6, съесть на Е5. Может быть, можно было сыграть конь С6. Вновь такую ловушку ставишь на ладья Б7, конь Д8 сыграть. И конь с поля Д8 вилку ставит белым фигурам. Но Накамура сыграл ладья А7. В принципе, это такой уже звоночек, когда ладью приходится ставить на поле А7. Достаточно неприятный. Ферзь С4, ферзь Ж6. И здесь ленила интересная идея чемпиона мира. Он сыграл ладья Б5. Был другой очень симпатичный ход, а именно конь Д4. Как раз подчеркивая неудачное положение черной ладьи на А7. После ЦД ферзь Д4, двойной удар. Поэтому коня бить нельзя. Но если его не побить, например, сыграть Х5, то здесь уже белые фигуры отлично расположены. Слон Е6, конь Ф5. По белым полям они забираются в лагерь черных. И атака черных уже не выглядит столь грозно. Партия же последовала ладья Б5. Сделан был ход С6. Возможно, неаккуратный. И здесь черные достаточно в неприятной позиции находятся. Потому что после хода ладья Б1, пешка Д6 слаба и пешка Б7 слаба. То есть белые могли потом атаковать пешки по линиям Д и Б. Вместо этого они нанесли удар. Очень красивый, но что-то они недооценили. Конь Е5 ДС. Последовало очень быстро ход ладья Е5. Я эту партию в прямом эфире комментировала. После ладья А5, ладья А5, ферзь Б4. Позиция была бы примерно равной. У белых не хватает качества. Но у черных слабый король, слабая пешка Е5. И у белых определенная компенсация за это качество. Магнус Карлсон же где-то просчитался. Ладья Е5, возможно, зевнула ход ладья Д8. Такой сильный ход за черных. Выясняется, что после ладья Е7 следует ладья Д1 шах. И на король Х2 двойной удар ферзь Д6. И белые теряют ладью. Ну, а после ладья Д8 выяснилось, что в этой позиции белые все-таки без фигуры. Пусть временно за две пешки. Но пешки на ферзьевом фланге у белых слабы. И в конце концов Хикаро Накамура одержал убедительную победу. Техническую стадию быстро проматываем, чтобы показать эту партию до конца. Была какая-то борьба, но конь Д2, в принципе, здесь все закончилось. Две фигуры. Большое материальное преимущество. Что же, такая интересная итальянская партия. Вариант, в котором мне удалось победить трижды. И вот еще и Хикаро Накамура добавил еще одно очко в пользу статистики черных. А вы? Играете ли этот вариант за черных? Что думаете о итальянской партии? Оставляйте свои комментарии под этим видео. И, конечно, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на каналы Chess.com.ru. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенек. До скорой встречи!